Лушниковка, поселок в Бобровском районе Воронежской области России, входит в состав городского поселения Бобров. В начале 1960-х годов в городе Бобров при строительных работах были обнаружены останки заключенных Бобровской тюрьмы, расстрелянных во время Большого террора. В доме, предназначенном на снос, в 1930-е годы находились районные отделы ОГПУ НКВД. Здесь же совершались казни. Грунт с останками был тайно перевезен в песчаные карьеры у поселка Лушниковка и засыпан в траншею. Имеются данные, что впоследствии именно через эту траншею пролегла автодорога из Боброва в село Хреновое. Предположительно, место захоронения в 1990-е указали старожилы Лушниковки. В 2001-м здесь был установлен памятник жертвам политического террора. Археологические исследования не проводились, правового статуса земельный участок не имеет. В последующие годы рядом образовалось кладбище. Дети репрессированных, десятки лет не знавших, где покоятся останки их расстрелянных родителей, пожелали быть похороненными рядом с ними. Траурные церемонии проходят 30 октября. В день памяти жертв политических репрессий. Число казненных в Бобровской тюрьме неизвестно. По спискам, предоставленным в начале 2000-х Воронежской областной прокуратурой, на 1937-1938 годы значатся 500 расстрелянных, 140 из них жители Бобровского района. Пик расстрелов пришелся на февраль 1938 года. Только 14 февраля 1938 года было казнено 50 человек. 8 мая 2015 года произошло открытие мемориального гранитного камня в память об участниках Великой Отечественной войны. В торжествах приняли участие ветераны и работники Бобровского лесничества, учащиеся городской школой номер 2 и гости. «Мы открываем этот знак, чтобы все помнили, какой дорогой ценой 27 миллионов жизней далась нам эта победа, 70-летие которой мы празднуем в эти дни», – сказал руководитель областного управления лесного хозяйства Александр Величко, приехавший на свое бывшее место работы. Также в поселке Лушниковка Бобровского района планируют построить экодеревню. Разработчиком проекта является Воронежское ООО «Проект Инжиниринг». Рядом с экодеревней появится парк аттракционов, где за 21,8 миллионов рублей планируют установить колесо обозрения. Как сообщили в Департаменте строительной политики, площадь экодеревни составит 100 гектар. Планируемая численность жителей – свыше 1500 человек. В строительство экодеревни планируется инвестировать порядка 2 миллиардов рублей. Экодеревня разместится в 4 километрах от Боброва. Разработчики уверяют, что это позволит добраться туда всем желающим. После того, как проект будет реализован, планируется запустить рейсовые автобусы. На территории планируется построить секционные трехэтажные жилые дома, всего 312 квартир, 92 жилых дома с участками, 147 индивидуальных жилых домов, также с участками. На территории появится детский сад на 100 мест, школа на 225 мест, стадион, кафе, даже торговый центр и парк аттракционов. Кроме того, микрорайон будет включать в себя парковую зону с велодорожками на территории Березовой рощи. Рядом с Экодеревней на 17 гектарах расположится парк. Помимо колеса обозрения там обещают установить аттракционы и карусели. Также сделают велодорожку и трассу биатлона, веревочный городок, площадку для скейтбординга, стрельбище для биатлона, территорию барбекю и трибуны. Строительство парка обойдется в 180 миллионов рублей. Разработкой проекта сети инженерно-технического обеспечения Экодеревни в Лушниковке занимается Воронежское ООО «Проект Инжиниринг». Компании в июле этого года достался контракт на 25,2 миллиона рублей. Средства выделят из областного и местного бюджетов. Все работы подрядчик должен выполнить до 31 октября 2019 года. Согласно техзаданию, победителю предстоит сделать проект планировки территории Экодеревни и проект планировки для проектируемых подводящих сетей, а также провести инженерно-геологические, инженерно-геодезические и инженерно-экологические изыскания. Кроме того, подрядчику необходимо запроектировать сети водоотведения, газоснабжения, электроснабжения. Второй контракт на 21,8 миллиона рублей по установке колеса обозрения в парке аттракционов у Экодеревни достался ООО «Спецпрофи» из Уральского федерального округа. Высота аттракциона составит не менее 31,5 метров. Это будет одно из самых больших колес обозрения в Воронежской области. Крупнейший из таких аттракционов региона находится в Воронеже в парке Победы у ТРК «Арена» в Коминтерновском районе. «Спецпрофи» предстоит до 15 декабря 2019 года привезти, установить и запустить аттракцион. Закупку разместила администрация Бобровского района, а заказчиком выступили власти городского поселения города Бобров. Средства выделят из городского и районного бюджетов. Бобров, по всей видимости, входит в федеральную программу развития малых и средних городов России. Находится он в 97 километрах от Воронежа, в уникальной природной зоне, на правом берегу живописной реки Битюх. Население около 20 тысяч человек, что почти в три раза меньше населения Новой Усмани. Но начиная с 2018 года отмечен резкий скачок роста населения. Видимо, это связано с развитием производства в районе. Недвижимость в Боброве в основном представлена одноэтажными, деревянными и кирпичными домами. Есть в центре пятиэтажки. Помимо этого, в городе открыт Ледовый дворец в 2010 году. Есть знаменитые конные заводы Хреновской и Чесменский. То есть у властей есть задача возродить малый город, удержать молодое население, обеспечить его жильем и досугом. Не надо забывать об иммигрантах, которым тоже район привлекателен по всем показателям. Что касается воронежцев, для них приобретение частного дома в живописнейшем месте на берегу Битюга с развитой инфраструктурой тоже будет привлекательным. Исходя из этого, проект будет успешно реализован и распродан. Хочется отметить, что поселок Лушниковка находится в удивительно красивом и уникальном месте. Вокруг густой лес и широкая река Битюг. А население всего 547 человек, отметила Галина Колокольникова. В новом жилом микрорайоне Экодеревня, в поселке Лушниковка, в Воронежской области построят также школу с углубленным изучением отдельных предметов. Администрация Бобровского района объявила тендер на проектирование школы. С победителем готовы заключить контракт на 14,4 миллионов рублей. Средства поступят из федерального, областного и муниципального бюджетов. Заявки на участие в тендере принимают до 21 января 2021 года. 28 января подведут итоги закупки. Согласно материалам тендера, общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов рассчитана на 702 места. В школе будет действовать бассейн, также спальный корпус интерната на 85 мест. Общая площадь зданий составит 12 тысяч квадратных метров. Во дворе школы расположатся площадки для подвижных игр и тихого отдыха, а также спортивное ядро с футбольным полем 60 на 40 метров, с искусственным газоном, беговыми дорожками и универсальной спортивной площадкой. К стадиону ученики смогут переходить по подземному переходу. Проект школы должен быть готов к концу мая 2021 года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok